Боялся ехать. Меня все так пугали. Я ехал из Киева. Было очень в этом смысле так напряженно. Я там был как раз в самый такой сложный период. И когда звонил, мне надо было. У меня перерыв в репетициях. И куда хочется ехать? У меня была альтернатива Москву или Севастополь. Конечно, Севастополь. В такой момент сразу определяется дом. Где дом? Значит, дом здесь. Потому что захотелось сюда приехать. Севастополь вообще такой город странный. Он проявляется не в бытовой ситуации. И он очень ясно проявляется. Он проявляется цельно. И когда я... Ну, это с первой секунды видно, как город вычищает свой дух, скажем так. Как он освобождается от всего лишнего, ненужного. Какой он цельный. Какой он строгий. Какой он собранный. И, ну, как бы достойный времени. Этот город с миссией, он всегда таким был. Он был рожден таким городом. И от него очень многое зависит. И севастопольцы это чувствуют. И я думаю, вот это ощущение серьезности момента, оно дает, ну, очень многое. Потому что я был поглощен этой волной настроения в городе. Оно, мне кажется, очень связано с тем, каким город был очень много лет назад. И каким он остается. И дает надежду на то, что жизнь здесь всегда будет достойной. Вот это ощущение, что с Севастополем не хочется расставаться в разные периоды его жизни, в разные периоды времени вообще страны. Он очень серьезная, болевая и определяющая очень много точек. И севастопольцы это чувствуют. Вот это главное впечатление. Нет паники. Есть приверженность идеи. Есть духовная собранность. Это очень хорошо. Нет абсолютно никакой растерянности. То есть можно гордиться городом. Что вас лично связывает с Севастополем? Ну, я здесь живу, можно сказать. Это мой дом. На самом деле, я здесь уже много лет, много десятков лет, можно так сказать. Ну и главное, мы продолжаем. Мы причастны к созданию культурной жизни города. Мы продолжаем готовить наш фестиваль «Война и мир». Видите, как странно? Он сейчас так актуален, когда есть сложные геополитические... Так у меня вчера была мысль, что такое ощущение, что плиты огромные, какие-то пласты пришли в движение, что период колоссальных изменений. И тут очень важно сохранить трезвую голову, собранность. Главное – погрузиться, ну, понять свою опору. Не быть подверженным влиянием толпы, медиа. Просто точно знать, что ты хочешь. Может, даже меньше на кого-то влиять. Но подумать о том, что для тебя важно, что для тебя приоритет. А вот в Севастополе думается об этом хорошо. Ну, вот что для меня этот город. Я хочу сказать, что, ну, помимо того, что есть, ну, просто бытовое здесь, как дома, мне здесь и хочется продолжать, ну, нашу основную деятельность – это вот фестиваль. И в этом году он уже пройдет в пятый раз в июне. Мы интенсивно продолжаем его подготовку. Я не буду сейчас говорить о программе. Она будет интересной, она будет новой и она будет радостной. Лично от себя, к каждому Севастопольцу, что хотела бы сказать? Стойкости, веры, покоя внутреннего. И все будет замечательно. Продолжение следует...